Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Вышел свежий патч к шестой циве. Новый режим игры я вам показал в отдельном видео. Вот это Королевская битва. Теперь пришло время традиционной партии на последнем уровне сложности на божестве с патчем. И тем более тут еще и новые карты появились. Спонсоры канала традиционно видят все серии сразу во вкладке сообщества. Спасибо за поддержку. Я думаю сыграть за Россию. Говорится, давненько я не брал в руки шашки, давненько я не брал Россию. Я думаю, что многие хотят именно, чтобы я за Россию и сыграл. Уровень сложности божество, скорость игры сетевая. Размер карты поставим огромную и, как всегда, как в последних мы играх делаем, добавим побольше искусственных игроков. То есть будет 20 цивилизаций на карте. Пускай они случайные будут. Да, кстати, теперь в патче можно выбирать цвет цивилизации, даже играя против компьютера. Но здесь я оставлю традиционные желто-черные цвета. Начальная эпоха Древний мир. Вот тут я попросил проголосовать спонсоров на какой карте сыграть. Сейчас появились новые карты в этом патче. Наклонная ось, континенты и острова. Ну, зеркало, понятно, что это для дуэлей. Первобытная древность. Там много будет всяких извержений, вулканов и прочее. Дальше расщепленный фрактал и терра. Терра — это все цивилизации начинают на крупном континенте, но есть еще один континент, вы знаете, как открытие континента. Потом мы плывем. Но большинство проголосовало за первобытную древность. Я думаю, действительно, это поинтереснее будет со всякими извержениями. Ну и, соответственно, стихийные бедствия на четверочку поставим, чтобы совсем уже страдать постоянно. Древний мир, божество, сетевая скорость, первобытная древность, огромный возраст мира. Давайте стандартные ресурсы. Температура стандартные. Единственное, что баланс поставим, чтобы железо и лошади были у всех. Температура стандартный. Климат, осадки — все это стандартные. Все победы включены. Без варваров. Так, а что с модами? По-моему, моды я отключил. Давайте проверим на всякий случай. Ну вот, показываю на всякий случай, что моды все отключены. Естественно, может, давайте я цветные эти... ...исторические моменты оставлю. Все-таки повеселее, чтобы было. Еще раз проверяем все установки, и давайте, наверное, уже поехали. Так. Ну что ж, Россия начинает свой славный путь. Как-то не выглядит карта первобытной. Давайте проверим, что такая карта реально стоит у нас. А где вообще карту смотреть? Ну, реально не выглядит карта, типа, вот эта первобытная там что-то, что много. Ну ладно, может, это, типа, место появления России такое изначально. Так, ну, так как тут улучшили гавани очень сильно, я понимаю, что здесь у нас все-таки тундра, тоже необходимая России, но я, пожалуй, все-таки встану вот сюда. Вот здесь город на реке. То есть, ну, тут у нас побережье, но, к сожалению, немножко по-другому. То есть, мы поставим вот здесь у нас будет центр коммерции, здесь будет гавань в будущем. Вот так. Еще и сразу континент открыли. Правда, международная торговля не ускорилась, да? Здорово. А, это... А, тогда все понятно. Это просто тот континент, на котором мы находимся. Кротон Конго. Так, так как тут 20 цивилизаций, тут рядом вполне может быть народ уже. Недалеко. Первый город. Ускорили мореходство. Вот это я люблю у России, что сразу куча клеток присоединяется. Ну, как я и любил в пятой циве у... На производстве. Давайте на рост. И давайте, наверное, со скаутов начнем. Не знаю. Один скаут и дуболом. Потому что тут на божестве, сами понимаете, у соперников куча юнитов в начале. Если кто-то рядом находится, то маленькая попочка может наступить. Озеро Ханка. Есть такое в России. У Чукотского моря знаю. А что за озеро Ханка, честно говоря, я первый раз слышу такое. Оби. Оби. Санкт-Петербург на Оби. Даже как-то выглядит, как вот, знаете, тут еще может будет сходить и Кронштадт где-нибудь тут поставить, да? Выглядит, как залив. Оби. Переименовать бы в Нью. Ну, возьму, пожалуй, и руинки. Стрельбу из лука ускорил. Ну, такое себе, честно говоря. Не то, чтобы прям супер. Блин, я бы купил клетку с рисом. Чтобы быстрее просто город рос. А если так поставить? Два, четыре. А так? Три, два. Но я бы хотел, чтобы город быстрее вырос. Давайте так, два, четыре. Хочу, чтобы быстрее вырос город. Ну, это больше науки, больше, естественно, клеток, которые вы можете обрабатывать. Хочу тундру исследовать. Посмотрим, что у нас там. Так, давайте думать. Тут у нас тоже холмы. То есть, надо будет где-то здесь ставить, наверное, наверное, вот так будет у нас акведук. И, соответственно, наверное, здесь будет или вообще здесь, кстати. Вот сюда промышленную площадь можно поставить. Тоже будет соседствовать. Я не знаю, честно говоря, тут лучше или тут. Насколько там соседство с гаванью. О, Аральское море. в одну клетку. Аральское море в одну клетку. Нормально, нормально. Так. Убираем. Ну, слишком в производстве. Давайте хотя бы так. Не знаю, вот сейчас разведчика еще одного все-таки строить или... Дуболома. Как-то не видно пока соперников. Ага, Иерусалим причем найден мной первый. Ну, я проверил, сходил на всякий случай, посмотрел в видео, что точно первобытная древность стоит карта. пока не чувствуется этой первобытной древности. Блин, давайте Радуболома лучше. Лепрачника хотя бы. Это какие-то юниты построить в начале, потом строителя. Пока так сделаем. Ну, карта, кстати, место такое типично русское. Между прочим. Сейчас стоит... Я бы до трех вырос и поставил бы вот эти клетки тундра обрабатываться ради веры и ради пантеона. Тут какие-то горы. То есть, в принципе, здесь где-то город сюда ставится. И здесь кампус не походит. Горы. Первобытное это древность, а что-то вулканов не видно. Даже возьму руинку. Ускорение от водовой повинности. Это хорошо. Водовая повинность это хорошо, потому что я не часто к этому моменту строю районы. так, что мне тут требуется? Какие у нас ресурсы роскоши? Черепахи. Соль. Горное дело. Ну, давайте пока горное дело. Давайте, наверное, горное дело, потом пойдем в гончарку, потом мореходство, то, наверное, астрологию надо будет открыть для лавры. Ну, я бы попытался в темный реп, конечно, выйти. Вообще, выглядит, как будто я тут на каком-то своем отдельном континенте, что ли. Видите, тут вот как побережье моря. Сюда сходим. Ну, Иерусалим это, знаете, вот этот знаменитый пригород Санкт-Петербурга, Иерусалим. Прям ты хоть через веру играем. Ну, вообще, Россия так и заточена. Блин, на божестве что-то большие сомнения на 20 человек, что мне дадут какую-то веру остановить. Давайте быстрее вырастим до трех. Один ход. А если так, два хода. Давайте следующим ходом до трех вырастим. Я хочу переключить на веру. Может, даже тут клетки какие-то купить. Вот, три вот этих обрабатывания хватит еды. Вот, зря они не показывают выхлоп клеток для России. Все показывают как бы для всех наций. Но это не очень понятно. Против... варваров вообще нет пока рядом. Ладно, возьмем или блин удвоенный. Один разведчик только. Ладно, против варваров лучше поставлю. Ну и тут естественно. Так, давайте смотреть. Тут ставим чисто на веру. Вера, Вера. ноль роста. надо, чтобы все-таки две еды было. Тогда так, оставляем. Пять веры вход. Вполне можем пантеон принять. Еще раз посмотрю. Да, нету где побольше еще веры. Таймыр, Ладога. Ну вот, Ладога верю. А Аральскому морю нет. Пошла калинка. Да, в этой, в этих видео будет много калинок, конечно. Пока мастерство. Открывать. Да, кстати, что с лошадьми? Лошади есть? Ну как-то далеко. Какой-то стратегический, хотя я тут же родился, да? То есть, в принципе, в третьем радиусе столицы были бы лошади. Да. И рядом как-то не видно соперников. Рядом соперников не видно. Тут река. Кшипра. Ага, вон. Вижу, это на инков похоже. ой, не на инков, на кри похоже. Тут могут быть вот другие цвета цивилизации. Так, вот сосед есть. Значит, надо в эту сторону город ставить, конечно. Городу нужен пантеон, а потом уже так. В принципе, можно сейчас переключить, двенадцать наберу следующим ходом. Давайте вот так сделаем, да. Производство. два хода нету. Один надо рабочего. И пошли поселенцев строить. да, какая-то первобытная древность не очень древняя. Аиндузер, о, блин. Адхираджа. Ахан Чандрагопто. Чандрагопто опасный. Он на войну такой заточенный. Джабалпур. Ну, надо вот сюда где-то город ставить. Тут фиг пройдешь ко мне будет. Кто deserves больше кредита, женщина от Кал. Горное дело, письменность. О, а вот и варвары. Агент появились. Где-то вот здесь что ли лагерь или вот тут не открыто мною? Пошли сюда. Ну, тут сплошная зима, конечно. Так, знаете, я тут дальше пока не пойду. Хочу вот здесь исследовать. То есть, понятно, там Индус. Ну, в принципе, если вот тут никаких проходов нету, то, считайте, у нас один сосед всего лишь. Это хорошо, по-моему. так, что нам надо обработать? Нам надо обработать пшеницу стопудово. А что мы дальше будем гончарное дело открыть? Может, марифорство давайте сначала, потом гончарное дело? Так, что борошения... Давайте обработаем пшеницу. Ну, я бы, конечно, этих оленей обработал, но еще... Давайте сначала оленей, потом пшеницу, потом черепаху. Вот так сделаем. Так, ну что, осталось нам пантеон на тундру? священные места получают плюс одну веру соседней клетки тундры. Отлично. Отлично. Это то, что надо для... А, я типа, подождите, с поселенцем. Престижи выше... Не, поселенцы уже, наверное, забрали. Да. Ну, берем танец Авроры. Это для России то, что надо. Отлично. Так, тут идем оленей обрабатывать. Так, куда побежал скаут? Че-то не видно парня. Что, брать эти руинки, не брать? Уже как-то опасненько. Ага, тут все. Ну, надо, наверное, вот сюда сходить посмотреть все-таки. Вот, если бы еще сюда город я мог поставить. производство, производство, производство. Ну, пока все не так уж и плохо. Сила, конечно, у индуса офигительная, но это, блин, божество. И он далековато. Я не думаю, что он прям попрется. Видите, тут горы между... хотя он, конечно, может так вот пройти. А, давайте глянем, встретил ли он кого-то еще, кроме меня. А он... А он больше никого не встретил. Так, блин, копейщики. Это тяжеловато будет для моих пращников, поэтому надо отходить. надо бы мне дуболома, наверное, возвращать туда. И вообще, дуб... построить еще юниты. Давайте мы после этого посела сделаем прачника лучше. Так, Питер растет. Мореходство. Жалко, чудо-природы не открываем. Надо бы астрологию, конечно, открыть. Ну, лавра... То есть, опять же, надежда на выход в темный век. Обряды плодородия Индия взяла. Выход в темный век. Видите, лагеря дают две... Два золота, не одно, как раньше было. Так, дальше пойдем обрабатывать пшеничку для ускорения. Блин, не доисследую тут территорию, надо возвращаться дуболомом. К сожалению. Анижское озеро, Ладога. Вот это верю, да. А Аральское море, которое меньше Анижского или Анижского озера. Таймыр еще, прикольный. Блин, что ты все дуболомом идешь? Даже не знаю, пройти, не пройти. Я бы тут стоял, на самом деле, чтобы Индус не... Блин. Мне надо сюда город ставить. Ага, копейчик отошел. мореходство открылось. Ну, я бы сюда на побережье ставил. Рядом с рекой. Это значит, что тут у нас получается гавань. Тут у нас получается центр коммерции. Тут офигительный кампус. Ну, видимо, сюда акведук. Ну, и производство, видимо, здесь или здесь. С производством еще надо подумать. Так, постою здесь. Здесь надо встать будет на то место, где у нас город будет цвести. блин, помешался. давайте тогда сначала черепаху обработаем. Мешается поселенец немного. нам поставлю город, побегу наверное скаутом обратно все-таки тут исследовать. да, тут на побережье вроде неплохие города поставятся. Так, где там этот копейщик? Надо разбираться с чувачком. Так, еще один прачник, пойдем там разбираться с варварами потихонечку. тут ставим город. Ну, можно постараться сюда сбегать вот этим поселенцем поставить. давайте еще 4 хода 6. Нормально, быстро поселенец появится. покупаем клетку. Эту ставим здесь черепашек. Хорошо, так, 4, 6. так, 2, 6. О, так, круче. Наверное, с веры уже уберем, но тут на производство просто оставим. Скажем, я так уже плюс 4 веры, даже без всяких лавр, без всяких районов накапливается, что, по-моему, очень даже неплохо. мастерство не отложил, блин, надо сейчас отложить. лишнее потратил немного. Ну, там компьютер, понятно, занимается строительством чудес. не могу его винить. вся, может, пойти лучше здесь рис обработать. Все-таки будет больше еды. С другой стороны, тут будет еда и производство. Но когда-нибудь мне, наверное, придется идти. А может и не придется. Ладно, давайте лучше на пшеницу пойдем. Новгород. А, это потому что в тундре появились. Блин, у меня два очка осталось. Прям ты хоть не исследуй ничего. ну тут явно вот не пройти. здесь явно какой-то океан. Хотя тут выглядит так, может и будет проход. Так, здесь нету. Нет, теперь уже выглядит как нету прохода. Все-таки здесь вот какой-то посмотрим. Тут где-то лагерь варваров должен быть в любом случае. начнем наверно с монумента. У меня будто эту клетку вообще выкупил. Так, блин, может не монумент тогда? Ну, то есть, не, давайте с монумента все-то не какой прачник. строитель. и что тут обрабатывается? Нормально, нормально. Поехали, да, блин, 18-й ход, у меня уже 6 очков. Ну, все чудеса строит. Хром Артемиды. Гончарное дело и дальше открываем. Ну, лавра может мне открыть астрологию, если мне понадобится в золотой век все-таки выходить? Давайте, наверное, откроем. Как раз, если я чудо внезапно найду, то это ускорит открытие лавры. О, Енисей. От Волги до Енисея. Тут вообще, зрите, я горами от Индуса отделен, то есть, я бы вообще не боялся, на самом деле, его нападения. Пока. Все как-то вообще такой на Отшибе своя тут своя территория. я бы все-таки сюда город поставил. Если я сюда город поставлю, то можно уже бояться нападения Индус. Наконченно тут исследовать. Посмотреть, может, где-нибудь тут можно? Ну, вот здесь не хочется. здесь тут проход, кстати. вот тут какой-то проход, но, опять же, вот тут можно город ставить, ну, блин. Ну, кстати, какой-то город все равно можно будет тут поставить. Почему и нет. А, вот и лагерь варваров наконец-то найден. Так, что обрабатывается? Все правильно обрабатывается. Ну, у меня тут плюс один идет еще от бога царя, а вот от чего еще? от Новгорода два и четыре от Питера. Подождите, а за что тут четыре? Тут одну очко. Плюс три от модификаторов. О чем я сейчас вера идет плюс три я не пойму. Я же взял пантеон на священные места получаю плюс одну веру от соседних клеток нет священных мест. Чтобы кто-то католицизм кстати основал. Ну, а, Саунхенш был построен. Вот с чего мне тут плюс четыре. Новгород плюс две как раз от обрабатываемых клеток, а Питер-то ну, здесь три предположим идет от карточки. Вот от этой блин, где правительство? Вот. А еще от чего? Индусу начинает мне нравится мое зловоние. Уже и повонять нельзя. Придут и начинают претензии. Так, стоим в защите. Обстреляем. Или убить. Убьем. Все, и вот тут вот. Ну, видите, это спокойно могут тут эту территорию можно спокойно заселять. Тут надо в эту сторону поставить к Индусу. Блин, не хочу я сюда город везти, вот честно. Ну, блин, вот эти защищенные города будут, а там тут, в принципе, у меня достаточно территории городов на 6. Сиди, развивайся спокойно. Так, давайте поменяем пока тут на производство. Тут против варваров пока оставим. Хотя, может, строителей давайте на строителей поставлю, кстати. Так, сделаем. Вот тут как раз я строителей еще построю после поселенцев. Всего два хода. вот тут хочу исследовать. Так, мастерство открыли. шли в раннюю империю. Да, поведу сейчас куда-то сюда ставить. Город на побережье, наверное. Пока. Потом уже в тундру. Тундру где-то на Онежском озере надо будет. Город. Ну, знаете, что выглядит вот сюда. Ничего такой город становится. наверное, ну, здесь вот как-то не очень. Наверное, я бы сюда поставил бы. Сюда. Потом тогда тут влезет где-то. А, блин, тут еще надо подумать. Если я подвину город сюда, то тогда здесь еще на Аральском влезет. давайте наверное так и сделаем. Сюда значит получается сюда. Ну и тут сюда и я бы даже наверное даже не сюда, вот сюда поставил. Да, блин. Вот так приблизительно у нас будет расселение. Ну, и потом сюда. раз, 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 два, три, четыре, пять, шесть, а тут наверное седьмой. Как вам города? Раз, два, три. Ну, пересекаются. Пересекаются. Нормально. Мне кажется, так надо расселяться. так, что у нас? Боюсь открывать территорию пока, может, кого встречу, поэтому возьмем прокачку, подходим потихонечку. Так, ну что, куда поведем этот город в первую очередь? Ну, тут никто не поселится и может было бы сюда спешить, но опять же нету смысла. Я думаю, может, все-таки сюда тогда поставить, то есть, чтобы совсем быть уверенным, что хотя, вот здесь еще как вариант надо посмотреть сверху, что там за территория. Давайте сюда поставлю действительно, чтобы индус не влез. То есть, индус где-то может тут поставить город, например. А так у меня вот три города в его сторону. Это, конечно, не самый фонтан город, но так, давайте на рост. Так, сделаем, чтобы быстрее до трех жителей вырос. Санкт-Петербург. Так. ты сами атакуют. Но я не хочу забирать от лагеря, сами понимаете, да? Я жду открытия темного века, начала. пока просто пообстреливаем. Здесь встану на всякий случай, просто чтобы никто не влез. Так, что нам? Нужно ли нам орошение? Наверное, пока нет. Нефрит у нас будет. О, ну что это идет за армия сюда, блин? Ну, ё-моё, ну, индус. Никого не встретил. Серьезно, будешь нападать на меня, тварь? Мудила, блин. Как вот достал компьютер, вот реально, это просто вот непреодолимое желание нападать. пофигу, что неудобно идти, и все, насрать на все. Хочу напасть, и... хоть ты прям веди обратно, далеко будет прачник убежать. Так, давайте на производство тут упор сделаем три хода, все равно три хода. Ничего не купить. Ну, здесь надо вырасти. Блин, может в лошадей? Надо в лошадей и в луков идти, конечно. Он уже, как раз, в ранней империи. Не, но он, когда, типа, если он объявит войну, то ему надо его выкинет за границы. Но армию построить надо. Раннюю империю ускорили, захватили кучу клеток, отлично. Да, вот эта способность, конечно, Россия офигительная. Очень мне нравится. Так. О, за что я получил сейчас очко? блин, за город получил. Ну, будем молиться шесть ходов. У нас, катируинки еще остались не собранные, чтобы ничего не произошло, никого не встретили. Эти строители. вообще тут не, давайте вырастим. Тут всего два жилья, но строитель, потом амбар. В Туле нужен амбар, зато нефрит как бы обрабатываем уже считается так. Да, нефрит как бы у нас есть. Ртуть у индуса. Индус не хочет как-то, ну, в принципе, он не совсем грустно ко мне. Уже давайте к нему делегацию, но нет, не принимает. Жаль, жаль. Так и знал, так и знал. Блин, еще и лучника ведет. Как же мудила. так, давайте на один ход отложим стрельбу из лука. Сначала откроем, построим тут прачника. Блин, ну, может Новгород обстреливать, да? Что мне в Новгороде такое? Да ничего не построить. И надо открывать более крутую юниты более крутые. Давайте, наверное, этим прачником попробуем вернуться. Тут нам хватит двух юнитов. Это мне вообще так раздражает в божестве, когда в божестве играешь. То есть у компа просто тупо дохрена юнитов в начале, и он тебя считает слабаком из-за этого. И понеслась вот эта фигня. Вполне может Новгород взять, конечно. Несомненно. так, ставим создание юнитов. Просто производство всех городов. Меняем. Давайте воинов. тут открываем. Пошли в верховую езду. Стреливаем. апнем в лучника, но он, к сожалению, проатакует и лучника еще может скаута будет атаковать. Понадеемся. Стоим. Ну, на этой тревожной ноте я первую серию закончу. Спонсоры, наверное, уже могут серию посмотреть следующую, а для подписчиков канала она выйдет завтра. Всем спасибо, пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. на своем экране. Играйте